Девушки отдыхают Ну что, здрасте Сегодня у нас обзорчик Огромной квартиры 80 квадратных метров Обычно квартиры до 100 квадратных метров Я называю маленькими Но это огромная, потому что здесь Всего одна комната И это студия на 80 квадратных метров Где вы еще видели студию на 80 квадратных метров Из-за того, что здесь Все это одна комната Здесь у нас все соединено вместе Вот смотрите, это не просто шкаф Это кладовка Сюрприз А ты что тут делаешь? Почему Ирки не было? Вы все просили Ирку Почему ее нет уже целый год? Мы ее держали в шкафу Ждали Ждали, пока она выйдет из этого шкафа Эта студия Она под сдачу Поэтому здесь все максимально антивандальное Посмотри на пол Эта плитка Она вообще никак как бы не отличается от дерева Я просто тут немножко пожил в Дубае И меня просто запарила уже эта плитка У них на полу везде плитка Но она такая глянцевая Ну видно, что это плитка А здесь плитка под дерево Вообще никаких проблем Классная плитка Ну правда, только если вглядываться можно Ну даже если вглядываться, очень сложно понять, что это не дерево Какие-то порцелоносы еще из старых запасиков Сейчас-то у нас порцелоносы в Россию не возятся Дефицит Да, дефицит, да Светильник пушка Светильник этот Я это сопли называю Красивые сопли Сейчас пошел большой тренд на такие сопли светящиеся Все как могут Из потолка опускают Все обворачивают Длина чего? Палки черной или всего его? Всего его, допустим Не знаю И палки тоже черные не знаю И палки не знаю Вот здесь можем написать, какая у нас длина Смотри, кстати, ты же у нас любитель кухонь Да Это у нас большая такая одна комната Кухни-то нету, да Вот этот стол, окей А кухня? Где кухня? Меня из нее вытащили? А ты там видела кухню? Нет, там была стремянка Тогда ищи кухню Нет, еще так мало-то Она большая А как дальше? Еще, еще, еще Вау Вот так вот, да Вот так, стоп, стоп Здесь всегда есть вот такая закрывашка Ее нужно открыть, а потом уже кухню туда воткнуть Вот как это работает Да Вот как это ломается Мне уже страшно немножко стало Открыли закрывашку и воткнули туда дверки Итак, один большой шкаф превращается в кухню Элегантно Элегантно Превращается в кухню Тут даже есть, смотри, есть вентиляция Ну, вентиляция Это вытяжка Да, это вытяжка у нас тут Это небольшая плита Квартира под сдачу тут особо готовить не будут Поэтому тут какой-то минимальный набор того, что нужно Здесь у нас смеситель от Амайкири И здесь есть обычная проточная вода И есть водичка фильтрованная Очень крутой смеситель Тут все к нему под цвет Мойка от Амайкири Ну, все как надо В общем, тут стоит Работает Работает Мне кажется, ей не нужно больше пробочей поверхности Она очень глубокая, эта столешница Глубокая, почему? Потому что у нас, во-первых, было места много А во-вторых, нам надо было сделать кладовку Вот открой кладовку, покажи вообще Ты же там реально спряталась Она здоровая Откуда я вышла? А тут со всех сторон кладовки можно хоть там, хоть там С обоих сторон от телевизора кладовки И вот здесь вот она просто реально здоровенная Вот туда зайти Да, она правда будет Свободнее Вот, она просто реально огромная Вот здесь вот у нас стоят лестницы всякие, там гладилки Очень рекомендую делать такие вот кладовки Просто не всегда есть места за телевизором так много Вот, Миш, обычно делают кухню в потолок, шкафы в потолок Да, а это не в потолок Для чего? У тебя вопрос? Да, в глазах читается Для чего? Для того, чтобы мы сделали линию Широкую, низкую линию Для того, чтобы вот это вот все читалось каким-то одним непонятным шкафом Потому что люди уже в целом привыкли к скрытым кухням, которые до потолка И уже в целом понимают, что там будет кухня Но мы сделали финт ушами и сделали вот эту вот, типа, одну вот такую вот линию Как будто это какой-то комод Непонятно, что это кухня Вот закрой обратно Она легко открывается, это я торможу Извините Извините, простите И вот, посмотри, это просто читается одним каким-то большим комодом Не сильно высоким Поэтому он такой вот, типа, комод Какой-то шкаф непонятный И сверху, смотри, какая прекрасная подсветочка Да, пространство смотрится органично И вообще, ну, непонятно, что это какая-то кухня Причем, кстати, это кухня Она же у нас, ну, там, под сдачу Впервые вообще Я вам покажу недорогой ремонт Вау Наконец-то Вы могли подумать, что это шпон Но нет, это обычный ЛДСП Вот эти вот фасады стоят просто 3 копейки Реально, 3 копейки Ну, не совсем 3 Ну, сколько стоит лист Ну, не как шпон, конечно Сколько стоит лист ЛДСП? Эггера 7, допустим 7 тысяч 6-7, да А шпон такой же лист? Такой же он не может быть Он формата другого Ну, ладно Метр шпона сколько стоит? Хорошо, но стоит где-то в 2,5 раза дороже Сам материал Ну, его надо еще пошлифовать Покрасить Что? За сколько продаем? Ты скажи конечную цену Вот клиент приходит покупать Сколько он будет стоить? Он будет стоить минимум в 4 раза дороже Шпон А это ЛДСП в целом выглядит неплохо Очень даже такая достойная текстурка Хорошая Если надо сэкономить То вот это вот, не знаю, лучшее, наверное Здесь, кстати, стол тоже Вот здесь стоит столешница Она временная Но нет ничего более постоянного Чем временная Да, здесь должна была быть другая вообще столешница И мы там, пока ее делали, поставили эту Но что-то до сих пор не поставили Вообще, эта квартира Она должна была быть черной Я вам сейчас покажу рендер Вот этот вот рендер отсюда, например Как должен был выглядеть И вот отсюда, например Но у нас клиент решил Там в итоге Надо нам немножко что-то поменять Короче, 20 раз все менялось Во время стройки Мы уже практически готовы Покрасить в черный свет И он говорит, все, нет, будет у нас не черная Миша любит очень черный интерьер Блин, она бы черной смотрелась Ну прям намного сочнее Такая была бы Ну и сейчас тоже в целом неплохо смотрится Но черная была бы намного круче У колонны просто я Влюбилась с первого взгляда, когда рендер один увидел И стек Да, причем колонна, если посмотреть, то она у нас побитая Вообще, мне кажется, что колонну Нельзя ее делать ровной Поэтому она у нас вот вся побитая Мы ее побили молоточком, так вот сделали Получилось прям очень красиво Такой арт-объект посередине комнаты Колонна бомба А из чего она сделана? Это гипс Тут здорово смотрится на контрастик Это современная мебель и какие-то пошарпанности И побитости на потолке и на колонне Кстати, да, потолок тоже Мы вообще ничего не делали с потолком Это просто крашеный бетон Здесь по сути вообще ремонт-то такой, ну простой Тут что, плитку положил, стены покрасил, потолок покрасил Миша всех шокирует Делает однокомнатные квартиры Делает бюджетные ремонты Кризис касался на всех Это не однокомнатная квартира Это вообще студия Тут вообще комнат нет Посмотри, какой крутой диван Диван-пушка Что же это за диван, как вы думаете? Бо? Же-бой? Это Бока? Да, это Бока Томми Это мой самый любимый диван в мире Рассказывай Понятно Я же его сделал Он же модульный Его можно собирать там разными модулями Прикольная конфигурация Так мы вот обошли вот эту колонну Здесь, смотри, какая история Здесь достаточно узко Между сидячим зоной и телевизором Тебе может показаться, что тебе близковато? Нет Нет? Ну, вдруг кому-то покажется Так Ну, мало ли Есть люди, которым покажется Мне тоже нравится поближе Не стоит волноваться Это я распоряжалась Ты просто берешь вот эту вот спинку Да, кстати Тащишь ее вот сюда Но это нелегко Оно тяжелое Ну, ты же не зря тренируешься в зале Давай Вы заметили? Давай Помогу сейчас Вот И все Кидаешь подушку и ты сидишь здесь Можно для второго человека положить И это у тебя уже такой огромный плацдарм Тут можно валяться Играть, спать Не знаю, делать Что хочешь вообще Как-то неловко по обуви на диване В гостях Предвижу там очень много комментариев Что, куда вы в обуви на диване Эти кроссовки специально покупаются для съемки Они, ну, не бывают грязными Это только Диванные кроссовки Там просто диванных критиков много Да Диванные эксперты говорят про диванные кроссовки Прекрасный диван И посмотри, здесь какая у нас тканюшка Это такая тоненький букле Называется букле Да, букле Букле очень популярная сейчас ткань Она бывает прям с большими такими катышками Бывает с маленькими Вот это вот с маленькими катышками Букле Очень приятная такая Тактильная на ощупь Ты прям садишься и Это правда Маша, что там внутри? Где? Там еще как будто чехол какой-то Там пух Пух чувствуется Пух там Еще как будто Какой-то типа чехол непромокаемый Нет, это Можно обсудить? Там внутри Над пухом Там есть тик Тик немножко такой Плотненький Тик это ткань, которая не пропускает пух Потому что пух может вылазить наружу Тик он не дает вылазить ему Тут, конечно же, много технологий в этом диване Только в спинке куча технологий Чтобы она никуда не двигалась То есть ты там сидишь Она у тебя никуда не уезжает Я заблокировала тебе выход Давай обратно Обратно ставить надо Вот как надо это делать Ну все, Миш, я пошла Ты без меня хорошо справляешься Не бойтесь Тут все продумано У меня есть для вас Очень крутая новость Пойдемте Совсем скоро уже Международный Женский день 8 марта И в честь такого праздника Мы у себя в Бакарум Подготовили акцию Скидка 20% На всю Нашу мебель Акция продлится Всего 8 дней С 8 по 16 марта Приходите к нам в шоурумы Пишите нашим менеджерам Всех будем рады видеть Ссылочки я внизу оставлю в описании Ну а вас, девушки С наступающим праздником Для того, чтобы придать такого минимала Мы поставили вместо штор Сюда вот эти вот Жалюзи просто невероятные Это жалюзи от Винтек Ссылочку на них оставлю в описании Кому надо Они не простые Если смотреть на них То они очень, смотрите, такие широкие 5-сантиметровые жалюзи Это настоящее дерево Выглядит просто пушка Я бы вообще шторы не вешал Только бы жалюзи Особенно здесь Вот когда у нас Если посмотреть То там с другой стороны Сразу дом находится Ну естественно Там много чего видно А мы так жалюзи поставили И уже ничего И не видно с той стороны Они электрические? Да Есть кнопочки у нас Можно открыть Давай подыкаем Работает Вид хороший На здание На здание красивое Ну видишь Они не зря затоят Потому что все-таки здание Реально очень близко Они могут тебе пялиться В окна Ну это же интересно Конечно интересно Когда на тебя пялиться Не все, правда? Ну что, пойдем дальше Здесь есть спальня Кому-то могло показаться Что нет спальни Но она здесь есть Открывай дверь Можешь прям толкать Не бояться Прям пихай Это перегородки Бока Страйп Они с автодоводчиками Как у Мерседес Вау Поэтому можно не париться Можно кидать Толкать Она всегда доведется Так как надо Гладенько встанешь Да А это кроватка Кроватка Бока Нави Бет Такая вот Квадратненькая кроватка Очень красивая Классно Здесь должна была быть Кстати Другая кровать Итальянская От Иванов Что-то там дизайн Но оказалось Что это кровать Беспонтовая Почему? Блин Сделано прям Очень плохо У меня где-то В каком-то обзоре Я там рассказываю Про нее показываю Она сделана плохо У нее нет даже Речного основания Никакого Она там внизу Просто какая-то Фанера стоит Ну Стремная кровать Поэтому мы Поменяли на эту кровать Это для тех Кто любит биться Мизничками А кровать Куда в безопасности? Все кровати в бока В максимальной безопасности Вообще вся мебель в бок В максимальной безопасности Ни один мизинец Не пострадает Да Смотри Вот там специально У нас даже есть Теневой шов такой Там можно С 50 размером Ноги подходить Можно было Ногу прям засунуть Туда И ни обо что Не убиться Здесь такая Небольшая спальника Ты просто Если хочешь Прям Не знаю Если ты там Не заправил кровать Или что-то Ты просто закрываешь Эту речную перегородку Ничего не видно Легко закрыл И все Нормально Миша Что за радиаторы Расскажи Пожалуйста Здесь у нас радиаторы Они быстрее Видишь Они не под окнами стоят Потому что радиаторы Здесь выполняют роль Арт-объекта Они вот такие Трубчатые Полосатые Как и вот наши Жалюзи То есть они такие К жалюзям И вот к этим вот Перегородкам В один стиль Здесь тоже у нас Есть такой же радиатор Он может быть Широкий Длинный Может быть наборный Но если они декоративные Какое здесь отопление Они выполняют функцию Декоративную Но они очень хорошо греют Трубчатые радиаторы Нам поставляет Home Heat Очень крутые радиаторы В любой интерьер Вписываются Ссылочку внизу Оставлю Здесь кстати Еще есть один шкаф Ну просто большой шкаф Здесь можно было Из-за конструкции Самой планировки Здесь можно было Поставить шкаф Всегда классно смотрится Когда светлый Допустим даже снаружи Но темно внутри А шкаф вообще Всегда должен быть Внутри темный Даже если он Светлый или темный Снаружи Он должен быть темный Внутри Если светлый Делаешь шкаф То будет видно Внутри Всякую Грязь Мелочевку Вот это вот все Он должен быть темный Я согласна Кто-то говорит Что на белом фоне Лучше видно Вещи Что-то такое Ну блин А тебе плохо видно вещи Вот открой Открой шкаф Не знаю Мне видно все здесь При том что этот шкаф Даже если открыт Он выглядит нормально Ну ты Там всякое говно Причем навалено Да И выглядит хорошо Все равно А вот здесь кстати Очень важно Вот эта вот история Когда вы проектируете Шкафы На заказ Эти ящики Открывающиеся Нужно обязательно делать Как можно дальше От петель Чтобы они не били фасады Да Потому что фасады Обычно открывают Не до конца Ну типа фасад Вот он может Вот так быть открыт Да Когда ящик открываешь Да Чтобы он не скоблил Не бил фасад Как можно дальше Эта квартира Будет сдаваться в аренду Я на нее ссылку Оставлю В описании Кто хочет Может в ней пожить Круто После меня Дальше Здесь у нас прихожая Она небольшая Но в целом Очень функциональная Здесь большое зеркало От бока Тоже пуфик от бока Ну естественно Вот вешалка От бока И шкаф Но уже правда Не от бока Какие-то вещи Нужно хранить в шкафу Все равно Закрывать туда Но в основном Конечно люди пользуются Вот этой вот вешалкой Просто накинул туда Шмотки И дальше пошел У нас есть еще и гардероб Вот попробуй Вот сюда Сейчас тебе покажу Что там Я же купила мотоцикл летом Ну Ты обратил внимание на мой рюкзак Он побывал в боях Кто-то летел через голову На мотоцикле И поцарапал рюкзак Это у нас Да Все правильно Это у нас гардероб Красивый Гардероб такой вот Весь черненький Не просто так Мы его оставили черным Для того чтобы его не видно было Когда мы дверку там Эту закрываем Видно только меня А если свет выключили Вот Вообще никого не видно Ну так Чуть-чуть Как мы проектируем гардероба Для того чтобы он был Всегда чистый и красивый В гардеробе Открытые полки Могут быть только такие Вот эти вот Висящие куртки А все остальное Должно быть Либо закрытым Либо это вот такая вот Полка в тени Тут выжигается? Да Да Конечно Это что такое? Ё-моё Суэт Что творится? Ну и здесь еще у нас Встроенный прям в шкаф Электрощитовая Здесь находится Кстати Классная тема Делать из МДФ С ручкой интегрированной Конечно Потому что туда всякие Типоны не строить Места нет Типон вообще какая-то Мне кажется боль Ну вот да Но у нас есть все-таки Одно помещение Только одно помещение С дверью У нас есть одна дверь Давай посмотрим Мне уже заинтриговал Я забыла про санузел А то к соседям же пришлось Да, да Это санузел Причем санузел большой Здесь есть все, что нужно Есть ванна Достаточно большая Есть огромное такое зеркало С подсветочкой И есть огромное Ну реально Не побоюсь этого слова Заходи Большая такая вот душевая Пять включаем Душевая как обычно Не забывайте ставить В смесители В душевой Не на этой стенке Как обычно ставят Не на дальней стенке А на ближней стенке Чтобы можно было подойти Включить, настроить Проверить водичку И зайти уже в нее Здесь посмотри Потолок не прилегает вообще К стене Ни как это теневые швы А оттуда вообще Выходит подсветочка Мне кажется Здесь вот самое удачное Расположение выключателя Смотри Вот есть здесь Выключатель только один Мы просто Включаем Или выключаем Он Это мастер Выключатель Для ванны Но внутри Внутри Есть еще выключатель Кайф Включи Выключи что-нибудь Добавь Здесь можно добавить света Вот мы например Не выключай Добавили света Ты настроила себе Вот типа Я так хочу всегда И все Ты уходишь Нажимаешь Выключаешь Включается Все то же самое Та-дам Если тебе вдруг Не нравится Ну окей Убрали мы Дополнительный свет И все светится Опять Мне кажется Это намного лучше Потому что Всегда Когда ты входишь В ванну Думаешь Блин Что мне включить Потому что там 20 выключателей И еще вытяжка И вместо того Чтобы включить свет Ты нажимаешь Это Да Это проблема Вот мы Поэтому конечно Ставим вот так Вот если вдруг Нам нужно все-таки Какое-то пианино Из выключателя Сделать Мы делаем Вот такие вот Наклеечки Ты же когда Включила Ты сама Ну сразу поняла Что это шкаф Я не спрашивала Да Ты не спрашивала Тебе было интуитивно Понятно Это шкаф Там нарисован шкаф Он большой Он справа Да-да Все понятно Да Интуитивно Так Ну вот и все Надеюсь вам понравилось Это огромная студия Ставьте лайки Там подписывайтесь Пишите какая Ирина красивая И пока-пока Ай-яй-яй Да конечно Руки он моет Ага-ага Че? Че вам у вас Туртас покажет Повернулась Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok